Ну а потом, когда этот корабль, тот самый High Flower, какой-то чистолюбец, гордец, наверное, примерно можно перевести, то есть английский корабль High Flyer, на котором они плавали, то есть, ну, там высадились, прошли, он их по морю сопровождает, встречает. И вот в Новороссийской бухте они стоят, и вот перед вами акварель, которая называется «Визит черкесских шефов на английский военный корабль High Flyer». Ну и дата 5 октября 1855 года. Ну что мы тут можем видеть? Я лично сразу увидел Луку, этого как-то переводчика, он там стоит, опершись на стол, да, а с длинными чубуками, курительными трубками сидят, ну, черкесские шефы, и, видимо, английские представители, вот со своими бородами английскими, но туэцкими фесками тоже присутствуют. Ну, видимо, Генри Пеллен Клинтон вот сидит спиной в кресле, видимо, это он. Ну, о чем они разговаривают? О том, как давайте вместе воевать против русских, видимо. Вот, курят трубки, причем длина чубуков о чем говорит? Это типичные турецкие курительные трубки. Ну, вопрос к курильщикам, к которым я, как бы, себя не отношу, почему-таки длинный ответ будет такой, фильтра нет, поэтому длинный чубук выполняет роль фильтра. Как-то он скрадывает вот эти какие-то вещества, пока он там дососется по этой длинному чубуку до курильщика. Вот. То есть речь идет, видимо, о каких-то военных союзах и приготовлениях между черкесами и англичанами. Но об этом еще упомянем. Кстати, есть и эскиз этого рисунка. И знаете, о чем жалею? Ну, я этим не занялся. Марина Спасенова этим не занялась. Не занялась, извините. Подписаны люди. То есть, если на акварели мы можем только догадываться, а здесь, что интересно, подписаны имена некоторых черкесских шефов, как я их назвал. Вот, например, сидят двое в правом углу. Над ними их имена 100%. Ну, и мы потом скажем, где скачивать эти рисунки. Прочитайте. Плюс какая-то вот арабская надпись тут в углу с каким-то английским переводом. Ну, кстати, позы, в принципе, то же самое, что и на акварели. То есть, только кресло с другой стороны, в зеркалке в каком-то. Ну, а так, в принципе, чубуки, куящие, сидящие. Ну, что интересно, они подписаны. Это будут, значит, имена этих черкесских шефов при расшифровке. Кстати, один из них изображен на отдельном рисунке. Подпись «Шеф», ну, «Чиф», «Черкесский шеф», 5-й октября 1855 года. Где мы видим, ну, его одежду, собственно, прическу, внешний вид. Опять же, возвращаясь к теме кавказских горных орлов. И облика чистокровных черкесов, обратите внимание, ну, большой, но все-таки опять прямой нос. Морец Вагнер, мягко говоря, заблуждался. Приписывая чистокровность черкесам как раз людям с той самой арабской внешностью. Итак, идем дальше. Потом по маршруту был дальше Геленджик. То есть, 5-го октября мы покинули Суджук-Кале и 6-го были в Геленджике, что и немного южнее Суджука. Разумеется, русские оставили оба этих места. Что мы видим на этой акварели, к счастью, раскрашенной. Да, это Геленджик, оставленный русскими крепость, город Геленджик, по которой Дитсон ходил, покупая горный мед и сыру черкесов. Да, вот по этим улицам он и ходил 5 лет до этого. То есть, по оставленной русскими крепости бродят черкесы. Причем видно, что она разрушена, видимо, путем сожжения. Потому что остались каменные постройки. Отсутствуют только деревянные крыши и перекрытия. Вот. В бухте стоит, видимо, тот самый Хайфлайер. Да, да, да. Или как он не... Хайфлайер. Хайфлайер. Да, вон он стоит, там какой-то корабль. Вот. Симпсон забрался на какое-то здание. То есть, рисунок выше, чем... Да. Но что интересно, под солдатским грибком, где на частах стоял солдат от жары, прятался. Теперь сидят два черкеса. Тоже прячутся от жары. А еще какая-то женщина, ну, судя по покрывалу, да, то есть по костюму, женщина идет по этой улице. А вот здесь ощущение, как юноша или молодой, маленький. Ну, залезли на какую-то площадку, полуоброшенной лестнице, несколько черкесов на этой площадке. Ну, да, может, это и была площадка, крыши не было. Наблюдают, вот стоят на вершине. Ну, Симпсон залез еще выше куда-то, на какое-то здание, да. Вот. Наблюдают над развалинами отставленного Геленджика. Что пишет Симпсон дальше? Последовательность наших движений после этого путается. То есть вот он Анапа, Соджук-Кале, Геленджик, а дальше что-то он уже перестал соображать. По датам эскизов у меня сложилось впечатление, что мы медленно двигались на юг, к Сухом-Кале. Ну, в принципе, так оно и было. Посещая некоторые из эвакуированных фортов русских. То есть после этого у него уже как бы эскизы и рассказ идет в перемешку. Ну, вот смотрим. Разрушенный форт в Туапсе. Причем сбоку он отдельно нарисовал пушки валяющиеся, брошенные. Ну, это тяжелые морские пушки с такими специфичными креплениями морскими. Видимо, коронады, короткоствольные, крупнокалиберные штуки, вот, чугунные. Соответственно, их черкесы никак использовать не могли. Так и не остались валяться среди развалин, ну, явно взорванного форта. Стена осталась, все остальное обрушилось, потому что пожар не может такие разрушения привнести. Тем более, что, видим, эта башня была три уровня амбразур. То есть пушки стояли там или амбразуры для стрелков на трех уровнях. Вот ее, видимо, взорвали, от нее осталась только одна стена и валяющиеся пушки. Судя по всему, чуть дальше долинка, по которой речка Туапсе и течет, ну, и окружающие горы. То есть что пишет он дальше? Что мы начали блукать, то вглубь земель приходить, то обратно на побережье, то немножко проплывем на пароходе, то обратно вернемся. То есть он пишет. А затем мы снова вернулись на север, то есть назад, для экскурсии вглубь страны на другом из наших военных кораблей, который курсировал вдоль побережья. На старом пароходе «Циклоп». То есть этот «Хайфлайер» уплыл, да? А «Циклоп» вот новый пароход у них появился. Он ходил с тех времен, когда господин Лонгвард, наш консул, посещал Черкесию и аппликовал о ней книгу. Он был направлен с нашими властями, чтобы поддерживать связь с здешними народами, ну и сообщать о политических настроениях в этой стране. То есть Лонгвард опять появился в Крымскую войну в Черкесии, да. Потому что если война продолжится, то была идея высадки здесь британской армии. Ага, вот для чего, оказывается, герцог Ньюкасельский вообще поплыл-то к Черкесам, да. Возможно, в следующем 1856 году горная дивизия при сэре Коллине Кэмпбелле упоминалась и с этой компанией. То есть англичане собирались отправить Черкесию, дивизию горную этого сэра Кэмпбелла, чтобы вот вместе с черкесами воевать. То есть было все-таки решение политического войны, да? Ну, видимо, да, раз было озвучено, и художник Симпсон был в курсе. У меня, правда, сложилось впечатление, что циклоп был нанят, чтобы возить Лонгварта по разным местам для консультирования. Ну, то есть мы шлялись уже на этом циклопе вслед за Лонгвартом с его какими-то там его тайными, ну, целями, да. Этот джентльмен присоединился к нашей партии и был в некоторых наших экскурсиях. То есть получается, теперь отряд этих англичан в сопровождении черкесов отправлялся периодически в длинные путешествия вглубь суши, то есть Приморской Черкесии, туда. Наш путь пролегал через страну без дорог. Здесь просуществовали только тропы, создаваемые теми, кто по ним проходил. Нам приходилось сбираться на холмы, ходить по каменистым осыпям, форсировать реки и так далее. Первую ночь мы наслаждались черкесским гостеприимством. После длинного путешествия среди холмов мы дошли до резиденции князя. Ну, князей побережья не было, но понятно, что... Аристократ. Да, местный аристократ. Это было несколько хижин с соломенными крышами и мазанными стенами, один из которых оказался кунацкой гостиной. Ну, видимо, турлучная постройка, да? Классичная. Отдельный дом для незнакомцев – это традиция добрых мусульман, уважающих своих жен и женщин вообще. Кунацкие были небольшими домами с земляным полом и глиняными уступами, на которых гость устраивался спать. Ну, кровати глиняные такие приступочки, да? А днем они служили диванами. Трапеза для нас готовилась следующим образом. Кто-то должен был пойти и поймать овцу или козла, которых забивали и готовили на ужин. Это занимало 3-4 часа, но в обычаях Черкесии было не торопиться. Мы слышали, как женщины мелят кукурузы для хлеба в соседнем доме. Интерес к новому для меня окружению скрасил время ожидания ужина. Я словно перенес в библейское прошлое. Все вокруг казалось таким древним, как во времена Авраама. Ну, то есть, да, англичанин из Лондона, там откуда-то, середина 19 века, где там уже чуть-чуть уже и метро пойдет, пароходы, паровозы, и тут на крупоружках кто-то там кукурузу мелет древним способом. Ну, конечно, им это все было очень в новинку. Первым признаком готовности еды было появление нашего хозяина с латунным сосудом, кувшином воды и полотенцем. Ну, то есть, тазик, кувшин воды и полотенцем. Из кувшина каждому поливали на руки. Сразу после омовения хозяин подал пищу. Столы в Черкесии не используются. Вместо них ставится нечто похожее на стул. Это круглая подставка, почти 2 фута в диаметре. Фут, локоть 30 сантиметров, 60 см. И такой же высоты от земли. 60 см от земли. С нее удобно было есть в сидячем положении. На такой подставке находилось отдельное блюдо. Горка вареной кукурузы была насыпана на стол, похожая на кратер вулкана. В середину накладывалось мясо с разными соусами. Ну, то есть, кукуруза, раз, туда соус. И втыкивалось, ну, так, наверное, вот так, по кругу мясо. Кукуруза выполняла роль и посуды, и части трапезы. Ну, кстати, в других местностях проса. Большого разнообразия не было. Подали несколько таких кукурузных горок с бараниной. Ну, кстати, в Шапсуги сейчас тоже так баранина подается. Ну, единственное, что кукуруза вытеснила проса. Раньше было проса. Пасты кукурузной. Да, да. Кстати, ну, естественно, раз в этих кунацких приходилось проводить много времени, зарисовок много. Вот смотрим на одну из них. То есть, ну, это, видимо, кунацкая богатого черкеса, потому что тут стоит диван. Диван, да. Ну, а там вдалеке, вон, традиционный очаг с глиняной трубой широкой, да. Вот, то есть, ковры на стенах, хозяин. Свечи там какой-то, да? Ну, да, подставка. Ну, свеча стоит на подставке. Это, видимо, висит седло возле свечи. Напоминаю, что все какие-то богатые вещи, ну, помещались в кунацкую. Да. Стоит, видимо, сам хозяин. Лежат гости. Ну, на диване сидят. Вон там, кстати, кувшинчик под диваном стоит, омовительный. Вот. Гоит костер, ну, очаг. Ну, вот, собственно, вот кунацкая. И даже крышу, ну, чердака, в смысле, потолка не было, поэтому и крышу тоже прекрасно видно, в которую ходит труба. Такая, да, очень. Да. Радушие хозяина определялось числом поданных блюд. Поэтому ему необходимо было сделать видимость богатства. Согласно черкесским обычаям, существует три великих достоинства. Острый меч, ну, видимо, все-таки шашка, сладкий язык и сорок блюд. Первое означает храбрость, второе – красноречие, а третье – гостеприимство, сорок блюд. Потому что на языках востока сорок означает бесчисленное множество. Как древний Авраам стоял у дерева, пока его гости обедали, так и наш хозяин смотрел, пока мы ели. Мы нашли правильным выбрать лучший стейк и предложить его хозяину. Ну, кусок баранины. Тогда он взял угощение, сел в угол, скромно съел угощение и вновь присоединился к нам. То есть, ну, опять подошел и встал. Это вновь напомнило мне старые времена. Гомер описывает Одиссея, который, будучи на празднике царя Алкиноя, отрезал лучший кусок для Демодока-певца, стоявшего у колонны. Описание подразумевает, что бард не сидел за столом. В нашем случае лакомым кусочком был хвостовой, овечий жир, да, курдючный, разрезанный на полоски и разложенный на блюде. То есть, деликатес. Ну, я, в принципе, тоже бывал за столом. Причем не только черкесским, даже нагайским. Что меня больше всего смутило? Почетному гостю подали вареную голову. И я смотрю на эти глаза, на эти губы и знаю, что надо обнести губы и глаза, и уши. Это самое вкусное. Щеки, самый деликатес для гостя. Ну, знаете, можно себя вспомнить с этими англичанами, которые пили бузу и матюкались. Но при этом улыбались. Вот, потому что, ну, непривычно. То есть, бузу я выпил, можно сказать, с удовольствием. В Ногайской юрте. Большое спасибо. Честно, я не помню, какой предлог я придумал, но я голову так и не ел. Я как-то отмазался. Напоминает фильм Диана Джонс, где они как-то приезжали, и там их суп с глазами. Да, и жучки там какие-то, червячки. Ну, курдючный жир, в принципе, дело тоже такое специфичное. Да, на любителей очень. Кстати, обед в Хунацке изображен как раз на одном из акварельных рисунков Симпсона, который он назвал «Лагерь в Черкесии». Мы уже вначале приводили. Вот красочный, яркий, интересный рисунок. Раскрашенный. Что мы видим? И седло лежащее. И другое седло на балке потолочной. И, кстати, я подозреваю шляпу одного из англичан, ту самую с шарфом, которая там была надета на нем. Он положил ее, закинул на потолок. Также сидящие гости англичане, столики и вносящие баранину или что-то там на подносиках местные черкесы. То есть, здесь изображена подробно, красочно, ярко, интересно внутренняя часть традиционной черкесской кунацкой. Кстати, горит очаг вот на этой трубой плетеной. На переднем плане посуда, трехногие столики. Ну и сам герцог Нью-Кассел изображен на почетном месте напротив очага. Ну и как все, собственно, англичане, вот они сидят возле очага. Их обслуживает. Кстати, лука, вот этот спиной, видите, бутылки, бутылки что-то наливает. 100% тот самый переводчик, ну, драгоман лука. В наших сборах мы упустили ножи и вилки. И трапезовать, или трапезовать, ну, ладно, есть, нам было очень неудобно. Когда мы закончили, хозяин снова подал нам воду для омовения. Необходимость убийства нескольких овец позже стала понятной. У герцога был фирман из Турции. Документ. Значит, показывающий его высокое положение. Черкесы в это время признавали султана, так как русские пока не завоевали эту часть Черкесии, а держали под контролем только территорию вокруг этих фортов прибрежных. Наружейный выстрел. Поэтому, куда бы мы ни пошли, нас сопровождал черкесский эскорт, которым я наблюдал двух-трех вождей. Как только мы встали от трапезы, настала их очередь. А затем эта трапеза, ну, еда, вот эти столики, перешли к простолюдинам. И я сомневаюсь, что от одной овцы хватило бы всему этому множеству голодных людей. В завершение всего собаки получили кости. Ну, то есть, да, такая традиция была, что вот гости поели, потом хозяева, потом передают это другим, и так вот до, ну, условно, рабов и собак. То есть, вот так. Все должны все есть. Все эти богатые трапезы, которые готовили еды гораздо больше, чем могли съесть люди, вот так вот обычно потом и распределялись. В Кунацких мы не имели шансов видеть женскую половину общества. Сразу вспоминаем, что, как писал Симпсон, «Ох, я так о Черкесии был наслышан, это же стана прекрасных женщин. Ну, где же эти женщины?» Сразу у них был вопрос. Мы находились в стране, известной красотой своих дам, но до сих пор не могли хорошенько рассмотреть их, ну, разве что иногда видели мелькнувшее платье. Черкесы – мусульмане, поэтому использовали систему гаремов. Хотя я бы не связывал это с исламом, это просто, ну, традиционные, как бы, их представления местной культуры, да. Хотя они и считаются фанатичными последователями пророка, тут же уточняет Симпсон, да. Но это не значит, что они ослабляли правила, касающиеся женщин. Это была запретная тема, а мы не хотели дать ни малейшего повода к подозрению. Зная, что находимся на Востоке, мы не рассчитывали видеть женщин, членов семей, где гостили. Однако, один раз мне выпал счастливый шанс, когда я решил зарисовать жилье нашего хозяина. То есть, сел он на улице где-то перед Кунацкой и начал ее там изображать. Делая эскиз, я заметил группу женских платьев в дверях. Это показались молодые девушки, заинтересованные работой художника. Когда они отважились приблизиться ко мне, я закончил рисование дома и набросал портрет одной из маленьких девочек. Это произвело большое волнение среди дам. Затем я нарисовал девочку постарше. Это увеличило восторг. Подошли еще несколько девушек, и процесс рисования продолжался, пока не была изображена вся женская половина дома. За ходом дела наблюдали мои спутники с Кунацкой. Когда женщины окружили меня, лед тронулся. К нам присоединился сам герцог, его слуга Лука, остальные также через какое-то время тоже англичане подошли. В стране, где гостеприимство так высоко ценится, предлагать деньги за прием было бесполезно. Но существуют обычаи делать подарки. Герцог привез для этого разные изделия из шелка и кожи разных цветов. Ножи, ножницы, иглы, сумочки, которые принято называть дамскими спутницами. Некоторые из предметов были подарены собравшимся. К великой радости девушек. Еще пару раз после этого я начинал делать зарисовки домов с единственной целью выманить их обитательниц. Только так я имел возможность сделать эскизы костюмов. Не могу сказать, что какие-то из девушек были особенно красивы, но мой опыт был очень ограничен, чтобы делать какие-то общие заключения. Мои рисунки слишком поспешны и сделаны не как портреты, а только как зарисовки одежды. То есть, ну, какие рисунки он делал. Вот смотрим один из этих набросков, который назван, ну, условно, «Черкесские девушки из Сочи», потому что, ну, на рисунке есть надпись «Сочи». Да. Вот. Но на самом деле тут есть один нюанс, что в нижней части рисунка есть под подпись, что, как это, перевод, по мотивам Белла. То есть, на самом деле, я взял уже существовавший рисунок Белла. Он, кстати, вот можно сравнить, да. То есть, и на его базе сам что-то набросал. И опять же, рисунок, крест, который существовал. Что-то добавил. А от себя он добавил, например, может быть, этот аберег с Белла он срисовал или еще что-то. То есть, ну да, это крест с крючками на дереве, да. Известный рисунок. Получается, Симпсон старался зарисовывать местных женщин, девушек, девочек, но рисунков этих, ну, мало было. Они практически не остались. А вот что осталось, это его вариант известного рисунка Белла, более раннего. Ну, практически один в один все воспроизведено. Хотя, есть какие-то рисунки, которые потом выскочили в виде акварели, и вот одна из них. К сожалению, может быть, качество этого рисунка не такого, как вот самих эскизов, но обратите внимание, какой он информативный и красочный. Во-первых, что тут интересного? Вот пока не на женщин смотрим. Хотя тыквачи мы можем, да. Потом, видимо, кунацкая на заднем фоне, потому что, ну, мужчина подъезжает, мужчина сидит. Но меня больше заинтересовали, вот посмотрите на правой стороне за плечом стоящей женщины. Что это может быть? Стага? Что это? Какая-то пирамидальная конструкция с деревьями? Как на сваях. Какие-то на сваях подпорки. Может быть, ну, стага поднимать вроде как-то не очень принято. Травяные ульи. Огромные они для ульев по сравнению с ландшафтом, да. То есть, какая-то вот интересная штука. А теперь обратим внимание на самих женщин. Ну, явно, что одна из них, скажем так, замужняя дама условно, может быть, не то чтобы пожилая, но статусная, да. А другая молодая девушка. Вот. Причем в цвете все изображены. Это ее красочный, яркий бешметик, серебряный нагрудник, причем с очень мощными поясными украшениями, да. Плюс вот эти вот азиатские широченные шаровары, которые, ну, фактически, видимо, как бы платье заменяют, да. Вот. Потом накидка сверху на волосы, да. И так далее. Ну, плюс цветовая гамма. То есть, вот такой интересный рисунок, который потом дорисовал Симпсон акварель в акварели, уже после того, как вернулся из Черкесии. Единственное, что в сети он, к сожалению, может быть, не такого великолепного качества, как хотелось бы. Но, тем не менее, мы можем наблюдать. Ну, естественно, рисовал он не только женщин, типа и мужчин ему тоже интересны были. Вот, например, эскиз, на котором написано Пшада Бэй. Ну, Бэй это гавань, да. Гавань Пшада. Ну, то есть, да, долина реки Пшад. Вот, соответственно, они там бывали. Как он сам писал, я запутался уже вот в этих наших перемещениях по Черкесии без парохода. Вот. Но, тем не менее, вот сидящий, ну, сидящий мужчина на заднем фоне, на переднем фоне оба, это, кстати, ну, скажем так, видимо, старики черкесские, да. То есть, вот он их зарисовал. Вот так они сидят. Дальше. И вот, что касается рекомендаций всем современным адыгам, которые хотят построить настоящий черкесский дом. Обратите внимание на серию этих рисунков кунацких. Во-первых, как тут красиво труба оформлена, да. Прям дизайн современный какой-то, хай-течный, да. То есть, это, ну, мощная вот эта из хвороста сплетенная труба, дымарь, обмазанная глиной. Чтоб не текло, чтобы, ну, вода не попадала в жилище, на ней стоит мощный деревянный козырек размером, ну, с половиной крыши основной, да. Плюс, сама крыша дома такая, с интересными конструкциями. Потом эти балюстрады, это галерея вокруг дома. Ну, во-первых, чтобы вода стекала подальше, ну, как бы стен, плюс от жары защита, да. То есть, вот такая хорошая, интересная, красивая рисунок Кунацкой в подробностях. Причем, что еще можем присмотреться вокруг? Ну, хозяйственные какие-то постройки, фигуры местных людей, а может, там он слева, кстати, судя по костюму англичанин стоит какой-то, да. Вот. Ну, то есть, достаточно интересный и красочный информативный рисунок Кунацкой в Субаши 16 октября. Ну, то есть, дата и местность. Вот. Ну, так как они в основном много проводили время в Кунацких, как мы поняли, рисунков Кунацких много. Вот, например, следующий день обозначено 17 октября. Мне кажется, что, может быть, это та же самая Кунацкая, только с другого ракурса. Ну, плюс вот эти кувшины, кумганы он нарисовал на переднем фоне. Вот. То есть, может быть, скорее всего, с разницей в один день он зарисовал одну и ту же постройку. Это та же самая Кунацкая с той же самой крышей, с тем же самым интересным козырьком. Да, то есть, вот только вот с другой стороны. То есть, а вон еще можно присмотреться под навесом седла. На перилах лежат седла. То есть, явно это Кунацкая дом для гостей. А рядом какие-то домики, какие-то вот постройки, ну и так далее. 18 октября и тоже написано Кунацкая, но уже другая. Тоже можем присмотреться. Сидят за столиком мужчины едят, какие-то мужчины стоят, другой сидит перед Кунацкой, лошади возле коновязи. Причем Кунацкая совсем другой постройки. Видимо, ну, скажем так, менее обеспеченного черкеса. И если присмотреться, торчат бревна, но и кусок отвалившейся обмазки виден возле одной из фигур. То есть, значит, это бревенчатая основа, обмазанная глиной и торчащие бревна на углах нам это показывают. Сверху соломенная крыша, ну, опять же, с трубой для очага. То есть, вывод, какая-то технология стопроцентно присуща только черкесам, ну, как бы, нельзя ее. То есть, где-то были бревенчатые какие-то конструкции, где-то были турлочные, где-то, может, попадались еще какие-то. Вот, Симсом путешествует и эти дома зарисовывают очень подробно. Вот, опять же, он находится внутри Кунацкой. Очень много оружия, развешанных предметов, но мы прекрасно знаем, что была такая традиция у черкесов все какие-то самые такие красивые, интересные вещи вешать в Кунацке, чтобы перед гостями гордиться. Вот, ну, антураж ее вот тоже подробно изображен. И, опять же, фигура стоящего хозяина возле входа и сидящего гостя на диванчике возле очага. Все хорошо здесь прорисовано. 20 октября Кунацкая под Новагинским. Новагинское укрепление, это понятно, что в Сочи. Вот, здесь у нас, опять же, крыша трубы, все та же самая. Опять же, галерея, крытая вокруг Кунацкой. С подробностями отдельные детали показаны крыши и, ну, как бы, верхние балки. Ну, и интересные всякие хозпостройки. Если учесть, что они на сваях стоит хозпостройка, нетрудно догадаться, что это у нас что-то типа зернохранилища. Но, еще один маленький нюанс. Обратите внимание, если хватит вам, ну, как бы, глаз. Вот, значит, зернохранилище. А в самом углу, чуть ниже ее, по склону, какой-то грибочек. Это туалет. Это туалет. Потому что я видел рисунки уборных черкесских. Это такой столбик плетеный, а сверху с грибочком соломенная крыша. То есть, это известное место, куда люди иногда ходят. То есть, все рядом, все как-то вот в доступности. Такая вот этнография. Ну, можем сказать, что к изображению черкесских костюмов и быта Симпсон возвращался, мы уже сказали, и потом, когда на базе этих эскизов делал акварельные рисунки. Причем, очень, ну, хороший, красивый, яркий, красочный. Один из них, это замечательный акварельный рисунок черкесы на реке Субаши. Ну, или Субаш. Вот. Выполнены им по раннему эскизу, причем, аж 20 лет спустя, после путешествия, в 1876 году, для книги, ну, перевод названия этой книги на русский язык такой, колоритные люди, представители всех частей света. Что здесь изображено? Значит, семья черкесская, причем, муж, жена, дети, ну, там, условно, дедушки, если учесть там бороду белую, да, то есть, причем, значит, мальчик изображен скачущим на хворостинке, босиком, то есть, штанов у мальчика не имеет. Девочка маленькая, в таком костюмчике, интересно, мама ее, папа, ну, условно, родственники, там, дедушка, да. Во-первых, вопрос, как этот женский костюм похож на костюмы современных ансамблей Нальмес и Исламей. Вообще не похож. Да. Видимо, воспроизводится сейчас больше такой аристократический кабардинский костюм. Но мы же уже сказали, и, кстати, хорошо эту мысль меня подтолкнул Маддин Хушт, что мир прибрежной Черкесии, вот этой прибрежной Шапсуги, это совсем вообще другое. Вот вообще другое. Вот этот мир с той стороны хребта, равнинных, особенно черкесов, тех же кабардинцев, это, ну, по большому счету разные культуры. Вот по этому костюму это хорошо видно. Да. Ну, естественно, цветовая гамма интересна, то есть, явно это импортные шаровары, вот эти вот пестрые, полосатые, то есть, такую ткань адыги сами не делали, плюс такого цвета, например, зеленое, фу, господи, зеленое, синее сукно, как у его мужа, то есть, это тоже все, естественно, видимо, рисовали их в их парадной, выходной одежде. Вот. Сидящие всадники, видимо, специально он развернул одного всадника спиной, другого лицом, чтобы изобразить как бы ракурсы, да, чтобы видно было, ну, это же, это по большому счету книга, как этнографическая энциклопедия была. То есть, вот такой замечательный акварельный рисунок, на котором изобразил он черкесскую семью. И опять же, типаж женщины, ее внешний облик, ну, во-первых, меня очень заинтересовали вот эти массивные диски серебряные на поясе, я что-то как-то, ну, не особо раньше с этим сталкивался, плюс ее, ну, как бы лицо и с точки зрения там азиатского, восточного, европейского, и то, что все это очень интересно. Да. Особый интерес представляет рисунок художника Черкесию Форта Вайя, датированный 8 октября 1855 года, но это оставлено русскими Лазаревского крепления, вот там на заднем фоне, очень красочные, интересные типажи самих горцев, которые, кстати, там что-то дерево там вроде спилили, доски какие-то делают, какие-то у них там работы, да, вот, ну, на заднем фоне горы, долина и так далее. То есть, понятно, что на этой акварели Симпсон уделяет большое внимание одежде черкесов, архитектуре форта, окружающему пейзажу. И, кстати, это единственное живописное изображение Лазаревского форта, созданное почти вот, ну, там, точность, как фотография. То есть, по рельефу местности можно и сейчас, наверное, найти эту точку, стать и вот, найти то место, где художник вел свою зарисовку. Еще есть такой же интересный красочный рисунок Барданская долина, 19 октября 1855 года. То есть, это долина реки Вардане, вон видно море, то есть, мы забрались достаточно глубоко, они внутрь, да, Черкесии. Видны, вот это вот, как мы говорили, эти вот, хуторки семейные вдоль рек, вот эти племена, общины, долина рек, да, то есть, то есть, это явно дом одной семьи. Недалеко, вон там поле возделано, еще чуть-чуть присмотреться, следующее поселение, следующее поле. И вот вдоль этой речки черкесы разъезжают, общаются, там, ну, проводят нужные им там какие-то моменты, работы. Опять же, семью зарисовал, то есть, стоит мужчина в тоже, в необычной для современных черкесов шапке, папахи, с этим вытянутым, длинным, таким, колпакообразным верхом. Опять этот пистолет с набалдажником, так любимый, Симпсоном за спиной, жена в такой шароварах и в накидке, их, видимо, дочка, девочка, которая изображена с кувшином, стоящая спиной, вот в таком подростковом бешметике, шароварах женских, ну, и платочки-накидки каком-то. То есть, вот очень интересный рисунок, изображающий долину реки Вардоне. И, кстати, эскиз, малоизвестный к этой картине, то есть, смотрите, эскиз называется деревня Вардоне, то есть, он долину нарисовал, а, видимо, еще и отдельную деревню решил изобразить, но не довел это до акварельного рисунка. Ну, что у него интересно, а девочку видно, по-моему, все ту же, и козу, кстати, и козу рядом, да, вот, то есть, то была долина, а это отдельная деревня, причем, если присмотреться, ну, постройки там различные, хозяйственные, жилые помещения, то есть, вот видно, как была разбросана эта оборона, аульчик, деревушка на берегу этой речки. Ну, правда, к сожалению, рисунок он не раскрасил, то есть, он не стал акварелью, как предыдущий. В ходе одной из поездок, как пишет Симпсон, мы вернулись на побережье в место, называемое Арделер, ну, Адлер, но не нашли ожидающего нас корабля. И вот, остался рисунок, который изображает Константиновский мыс, или он же мыс Адлер, потому что, откуда Константиновский, потому что на рисунке там есть фраза Константиновский, потому что в 1837 году, когда русские войска десантом заняли мыс Адлер, они назвали его Константиновским в честь сына императора Николая I, Константина Николаевича Романова, который формально был шефом грузинского гренадерского полка, батальоны которого участвовали в этой высадке. Кстати, за это уточнение спасибо историку Азамату Альхау, большой привет, вот, значит, он подсказал вот эту вот важную информацию, то есть, почему Константиновский мыс, он же мыс Адлер, это одно и то же. Вот, ну что мы тут видим? Черкесы сидят на берегу речушечкой, которая течет. На той стороне башня форта, пушечные там вот эти амбразуры, ружейные узкие амбразуры, можно разглядеть. То есть, да, у некоторых фортов были вынесены так называемые башни-блокгаузы, чтобы подходы к форту контролировать. Ну, судя по всему, вот это оно. Да, похоже на то. И, кстати, что пишет Симпсон дальше? Мы были вынуждены оставаться здесь, ну, пока парохода не было, день или два в ожидании. Начальник укрепления был в это время в Сухумкале, ну, то есть, в местности этой, с войском Амара Паши турецкого. Приветствовать нас вышла его жена. кстати, вот, видимо, эта жена изображена вот на этом рисунке, который частично раскрашен, потому что на нем есть надпись «Адлер, 22 октября». Вот, ну, цветовая гамма этой жены костюма здесь изображена. Ну, и плюс, вот те постройки такунацкая, в которой они жили в это время. в сторону горы он получается. Ну, да, вот речушечка прям течет через этот аульчик. Тешка и горы снежные. Да, 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 снежные, да, Виталий правильно заметил. Причем, если присмотреться, там названия гор видны. Вот видишь снеговой хребет? Над каким-то пиком название, и над другим пиком какая-то скобка соединительная и тоже название. Ну, мы скажем, откуда скачать. Если кто-то прочтет, глаза не сломает, большое спасибо заранее. Случилось так, что у нее не хватало еды. Было вареное просо и йогурт или скисшее молоко. Ну, чху, наверное. Да, да. Оба этих продукта не были похожи ни на кашу, ни на кефир. Олефант, ну, это один из англичан, и я предпочли этой пище голод, но герцог и остальные поели, хотя это было недостаточно после той длительной поездки, они сильно были голодные. Леди не вышла к нам, не подала воды для омовения рук и не оказала прочих почестей. Зато она села на лошадь и отправилась по окрестностям на поиски кур и яиц. Хлеба здесь было недостаточно, его заменяла просо. О, то есть кукуруза там была ниже по их путешествию раньше, тут уже просо. Как только женщина раздобыла птицу и яйца, они были обтравлены к нам. Мы с элефантом сразу стали запекать яйца в горячем пепле. Ну, а голодали, видимо, сильно. В один из дней я случайно стал свидетелем праздника. Мимо проезжали черкесы. С одним из видных мужчин на передней части седла сидела женщина. Я опередил группу, держа перед собой этюдник и карандаш. Ну, как бы современный папарацци, да, какой-то такой сразу представляется свадьбу фотографирующий. Очевидно, мужчина понял намек, потому что остановился, расстегнул накидку, прикрывавшую его компаньонку. Ну, то есть он прятал женщину под буркой. Я едва успел сделать грубый набросок, как мужчина постарше, не понявший или не одобрявший происходящего, подъехал к нам, ударил лошадь с возмущением в тоне и жестах, заставив процессию ехать дальше. Тогда я не знал, что это было за собрание, но потом мне рассказали, что это была свадьба. В Черкесии еще жил и старые обычаи похищения невесты, и мне посчастливилось увидеть часть этого древнего обряда. Невеста была похищена, и жених ее увозил, а тут я со своими рисунками. То есть это вызвало недовольство, типа быстрее, быстрее, нельзя, нельзя, там все, все, давай, 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 давай. Вот. Ну, что сказать в заключении. Уильяма Симпсону принадлежат первые изображения сочинских дольменов из долины реки Шахе. Выполнены также с большой точностью, вот, кстати, Михаил Кудин потом сравнивал рисунки Симпсона, ну, с рисунками, там, фотографиями дольменов, говорит, очень, очень, один в один похоже. Вот, что пишет Симпсон. Однажды в северных областях Черкесии мы наткнулись на большие гробницы, принадлежавшие глубокой древности. Это были мегалиты, грубо построенные с каменными крышками. В Черкесии рассказывают, что когда-то здесь жили великаны и гномы. Испы, карлики. Великаны держали гномов в этих каменных тюрьмах, а через круглые отверстия, проделанные в стене, кормили их. О, Уже обратный, А кто это ему рассказал? Явно черкесы. Сам Симпсон придумал, что ли? Нет. То есть уже как-то варианты, легенды поменялись. Да, да. Рассматривая эти памятники, исходя из других подобных примеров, можно было сделать для пищи, которую оставляли мертвым. Ну, как вы это говорили. Да. В моих альбомах есть два наброска этих гробниц, датированных 18 октября 1855 года. Но вот эти наброски, вот мы их можем наблюдать. Черкесы сидят на дольменах. Вот особенно второй дольмен. Считается, что вот это как раз один из известных дольменов, там полностью совпадает с последующими рисунками и фотографиями. Ну, вот позируют сопровождающие черкесы, видимо, для масштаба. Вот, а Симпсон их зарисовывает. И, кстати, потом он дальше из Черкесии отправился в Абхазию вдоль побережья, Сухум-Кале и так далее. И вот, например, такой эскиз нового Афона, когда он проплывал мимо него. То есть, вот он, Абхазия, новый Афон. Так он его зарисовал, видимо, с борта парохода. Ну, и в заключении, скажем, следующее, что приведенные нами иностранные авторы, ну, Симпсон тот же самый и вот ранее приведенные, их работы мало используются. То есть, это плохо. Ну, мы надеемся, что вот после нашего выпуска эта ситуация хоть немножко исправится. Ну, а в заключение скажем, что все рисунки, Симпсона, о которых мы говорили, где можно найти? Ну, есть такая ВКонтакте, в социальной сети группа вдоль по линии Кавказа. Ну, я ее один из модераторов, и там есть фотоальбомы. И вот есть там два фотоальбома, но Виталий сделает соответствующие ссылки, да. Ну, сейчас я скажу. Значит, один из фотоальбомов это рисунки Симпсона, вот эти яркие, акварельные, цветные, а другой альбом, недавно выложенный, это вот эти черкесские эскизы. Соответственно, в разрешении нормальном, качайте, пользуйтесь. Я лично буду очень рад, если узнаю, что кто-то прочитает эти мелкие надписи, кто глаза не сломает, или кто возьмет и отгрохает кунацкую вот по древним эскизам, по тем технологиям, которые остались. Так что большое вам спасибо за внимание. Подключайтесь, в общем, к работе, кто хочет, берите материалы, следуйте, пишите, что увидели какие-то свои мысли, используйте этот материал, потому что он впервые здесь опубликован, и он еще, ну, его надлежит еще обдумать, обсудить разными взглядами, разными уровнями знаний, и будем рады, если подпишетесь к работе, напишите что-то, все ссылки, которые мы сейчас говорили, они будут в описании к ролику на все эти, значит, группы и на все альбомы. Ну, и на этом все, до новых встреч, спасибо, Константин. Не за что, спасибо, обращайтесь, всего доброго, до свидания.